Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Дэн Хай. Сегодня мы будем играть в Treasure Hunter. Сделаем сегодня небольшой обзорчик данной игры. Игра довольно-таки интересная. Здесь необходимо проходить какие-то задания, зарабатывать за эти задания игровые валюты. Ну, что именно за задания? Вы подходите к какому-нибудь человеку, у него есть задание, типа, там, найди мое кольцо я там потерял, вот там вот под деревом. Вы поискали металлоискателем или, как сказать, металлодетектором. Находите это кольцо, отдаете человеку, и этот человек вам отдает игровую валюту. Скажем, вознаграждение, можно так сказать. Ну, можно, в принципе, и не проходить эти задания. Можно просто самому какие-то предметы. Очень много на полянах, везде, короче, находятся различных предметов. Можно на этом тоже, в принципе, много зарабатывать денежек, так сказать. Ну, и давайте расскажу вам немножко обзорчик сделаю и пойдем уже заниматься именно небольшим этим копом. Заходим в настройки. У нас здесь есть общее. Общее это у нас язык интерфейса, вибрация, металлодетектором, ну, или металлоискателем. Пинтоинотером. Это такой прибор, который вы, когда металлодетектором находите предмет, и вот этим приборчиком вы можете более четче найти, где находится этот предмет под землей. Так, дальше у нас здесь есть звук. Можете поменять звук, можете полностью отключить звук. Вы можете комментарии персонажа отключить, можете просто громкость музыки, громкость металлодетектора, лопаты, и все это можете отключить, в принципе. Дальше у нас расширение. В принципе, можно показать старые места копа. Может, их отключить у вас не будет, показывать. Так можно с этими старыми местами копа, в принципе, намного проще. Так, ну, также можно очистить кеш, начать заново, но это не обязательно. Хотите играть, потому что игра довольно-таки долго. Чтобы купить все предметы, быть более крутым, довольно-таки много времени нужно потратить. Дальше у нас идет магазин. Находки. Можно продавать любые находки, которые вы находите. В моем случае это более дорогие находки. Собираю. Не стараюсь собирать такие находки, которые 1-3 игровой валюты. Не стараюсь такие забирать, потому что все-таки портфель. В портфеле находится немного места, так что не стараюсь брать какие-то более дешевые находки. Беру любые монеты, вообще совершенно любые, потому что самая дешевая монета – это 5-й игровой валюты. А вот самая дорогая в данном случае у меня сейчас в рюкзаке находится – это 70-й игровой валюты. Есть, естественно, какие-то другие, более дорогие предметы, и под 100, под 150 находят такие предметы. Ну, в общем-то, а так, есть еще дороже предметы. Я находил 160 чем-то. Один предмет. Слышно, чем-то игровой валюты стоил 168, смотри, не ошибаюсь, не ошибаюсь. Ну, мне кажется, можно гораздо дороже на эти более редкие предметы. Ну, в чертах про находки я все, в принципе, сказал. Можно продавать любые находки от одной игровой валюты до максимальной, наверное, сколько там уже стоит максимальный предмет. Так, дальше у нас в магазине присутствует снаряжение. Давайте поднимемся всех. У нас приборы. Это металлодетекторы. В принципе, они все дорогущие очень. У меня еще первого металлодетектора находится, потому что все-таки на них копить довольно-таки трудно, так можно сказать. У каждого у них есть свои характеристики. Можете это все принять посмотреть. Они все разные. Какие-то могут быть по металлу. Какие-то, ну, по-разному металлу лучше. Так могут быть, а есть глубина копа, можно искать. Ну, тут как-то находит много. Характеристика уже можно будет смотреть. Дальше у нас идут аккумуляторы. Аккумуляторы это очень полезная вещь. Нужно покупать максимальный аккумулятор. Это Quantum за 18 тысяч. Но это довольно-таки очень дорого. У меня вот скуплен о том, ТОС довольно-таки он дорогой. 18-9 это стоило. Ну, купил, вот, более-менее тоже нормально. Хватает забить, чтобы полностью рюкзак. Этого аккумулятора, в принципе, хватает. Дальше у нас идут рюкзаки. Рюкзаки тоже очень дорогие. Я не стал, в принципе, покупать самый крутой под названием Скиталец. Скиталец. Не стал самым дорогой покупать рюкзак. Очень, больно, очень дорогой он. Который я купил, вот, бывалый. Ну, где-то там 12 тысяч. Что я не стал больше копить. Смысла, в принципе, в этом нету. Вот это и моего сундучка. Ну, паркетчика языка. Соответственно, вполне себе это хорошо. Так, очень много различных сумок. И дешевых, и подорожных. Ну, это тоже надо смотреть все по характеристикам. Дальше у нас присутствуют лопаты. У нас вояка лопата. Третья лопата из... Нет. Тоша лопата. Ну, естественно, самое лучшее здесь это профи. Из-за 17600. Чем они отличаются друг от друга? У них все есть свои характеристики. Имеется в виду быстрота копа. Каждая лопата быстрее копает. То есть, соперка очень долго копает. Допустим, крот быстрее. Вояка еще быстрее. Коп в паре еще быстрее. Профи еще быстрее. То есть, у них характеристики копа имеются в виду. Дальше у нас присутствуют палаточки. Палаточки, в принципе, именно на локацию зашли. Если вы хотите выйти из локации, ставите на палаточку. Вы там действительно поспите. И можете, когда обратно на локацию вернется, именно в этом же месте. Именно на месте спауна. Вы у палаточки остановитесь, так сказать. Так. Дальше идут у нас катушки. Катушки довольно-таки тоже дорогие. У нас по лундра. Это довольно-таки тоже хорошая катушечка. Купил более дешевую, более нормальную. Катушку, потому что дорогие тоже. Купи не хорошие, но очень дорогие по цене. Тоже унеси свои характеристики. Это нужно смотреть. Кинто-поинтеры. Приборы такие. Я сразу же его первоначально, но у вас его вообще нет. Я сразу же купил, как смог накопить, сразу же купил самый дорогой вот этот. Кискун. Не знаю точно, сколько он стоит. Ищем, наверное, стоил. Не помню. Ну, то есть довольно-таки нормально. Дальше у нас идут фонарики. У меня фонарика нету ни одного. Там есть, по-моему, первоначально, как есть минимум. Если не ошибаюсь, первоначально есть фонарик. А так у меня его нету. Но очень дорогие фонарики. Если посмотреть, самый максимальный дорогой фонарик, я имею в виду, ПНВ, оборотень 38400. Ну, это, так сказать, игровой валютный, то есть, я помню, еще на зону. Это, так сказать, довольно-таки дорогой. Есть свеча, которого 800 а игровой валюты стоит. Ну, у них тоже эти характеристики яркости, дальности присутствуют, всякие различные характеристики. Дальше у нас идут шляпы. Это, больше, наверное, для удобства, для красоты, так скажем. Кортки идут. Можете приобрести любую кнопочку. Они все просто дорогие, какие-то есть. Есть какие-то подешевле. Дальше у нас идут штабны. Но все же я имею в виду, это все для красоты, для... для вас больше. Это, в принципе, необязательные вещи. Никакими характеристиками, в принципе, не идут. Только, ну, так скажу, по-моему, нет. Есть, конечно, более легкие одежды. Допустим, обувь легкая. Вы из них сможете быстро передвигаться. Если подешевле, подешевлее, вы грее будете уже медленно передвигаться. Но это, хоть важно, такой ролик не играет в своей церкви. На эту страну предприятие, что поюще, что очень медленно. Дальше у нас идет транспорт. Транспорт очень дорогущий, самый дорогой транспорт, 120 евро валюты, цель 20 тысяч. Здесь у нас тоже сразу свои характеристики. Расход топлива, с 1862 года. Многолдность, скорость, ну, то есть, что передвигаться вы сможете очень быстро. Ну, и тоже не самая важная вещь в день. Топливо, естественно, вот она, это все, расходность имеет следую именно на топливо. Так, ну, с магазином, с магазином мы, в принципе, закончили. Заходим в игру. У нас тут такая карта, где мы можем искать с вами какие-то предметы с 1862 года. Ау. Да. Это спаун, как мы видим. Это под спаунем. У нас не забыла, там игроков спаун, это 50 тысяч до валюты, если вы покупаете, вы попросите, там уже спаунится S5 палаток на этой темпе и на этом спауне. Ну, у нас есть первоначальная точка и есть еще одна точка, которая куплена в нашей базе 5000 серебра, ну, или троу валюты. Можно играть ночью, можно играть днем, но мы первоначально зайдем днем, а уже там посмотрим. Если будем записывать второй серию, если вам это очень понравится, то уже может быть и ночью сыграем и днем и тому подобное. Сейчас я вам, в принципе, просто покажу, как надо вообще искать и все в этом духе. прогружается у нас игра. Сейчас посмотрим, что нам, что мы сможем найти с вами. Прогрузил, что у нас есть карта, загружается сейчас у нас рамбир. Немножко может поступить, что я не записываю в видеоролика, а так, все нормально, они не поступили. Еще нужно посмотрим, какие тут народности жили. Вот так вот персонаж в принципе выглядит. Ну, парфельчик, лопата здесь, металлодетектор, для пласты, вот это вот вещество, можете покупать свою одежду, какую-то выбирать там. Вот я вам говорю, вот про эти ямы они стоят, если не искали, а яма стоят на месте. Вот они люди, у которых можно произвести задание и проходить уже квесты, искать какие-то предметы и все в этом духе. Карта происходит очень большая, находок очень много можно найти. Можем использовать с вами бег, он сразу у вас будет сам по себе бежать, бежит джойстика. Вот на этих вот землях, это как огород, как поле небольшое, на них можно копать только ночью. Так, вот это у нас рецепт наши находки крышки. Давайте достаем металл детектор. Эти квесты мы можем проходить. Выполненный квест нам показывают все, какие мы выполнили квесты. Текущий квесты также еще на локации есть еще другие квесты которые подсвечиваются. Так, мы берем наш металл детектор и у нас металл детектор и у нас нажимаем на лопатку и пентагометром чем какие-то вещи. Просто вводим напросто по экрану и у нас он начинает пищать показывать небольшие сигналы. вводим что мы нашли сейчас попробуем покопать Ручка дверна, представить не смысла нет, нажимаем на красненькую и просто опустим выкидываем. Так, что еще какое-то надо? Какую-то ручку. Люча, жравы тоже выкидываем, то есть 5, них нету. Они просто занимают место в рюкзаке, а стойки они только мне не стоят. Так, нашли еще какую-то вещичку. Гвоздь, тоже в принципе выкидываем, от него толку никакого нету, две игровые валюты это ничто, можно так сказать. Больше вроде бы на локации ничего нету, обыскали все, больше вроде не пищит здесь. Приходим в ту же сторону, у нас сразу здесь пищит что-то. Частенько попадается всякий вот такой вот именно мусор, прямо мусор мусором, то есть я имею в виду дешевый прям. Ну и также частенько могут попадаться монетки, смотря просто куда вы наткнетесь. 2 за 2 игровой валюты, в принципе неплохо. Можно попасть на место нахождения именно большого количества монет, то есть вы в одной точке копаете, у вас в одной монеты. Там можно попасть на какой-то мусор, так сказать. Так, у нас здесь какие-то выпишут предметы. Так. Так, и вот что-то нахожу. Ну раз он подтупливается, вот он находит, но тут время не находит. То есть я показываю, то есть вот он здесь находит, вы копаете, ну а предмета именно там и нет. Ножницы, тоже в принципе их выкидываем, от них толку никакого нету. Вот это с таким грунтом. Банка консерва тоже, от них толку нету. Так, смотрите, все обыскали, вот ничего не видно. Идем дальше. И что-то опять мы находим с вами. Так, вроде нашли кто-то там посмотрим, попробуем копнуть. С таким грунтом находки. В деле за то же приспать нет толку нету. Вот это кислота. Почерка банка. Тоже толку нету. Дешевый, очень дешевый, что-то более дорогое, что-то и не попадает нам. Не одна монетка. Так, сошлось, что-то нашлось. Так. Монетка, ребятки. Серебряная монетка. 5 копеек. 1915 года. Можете посмотреть, кем издана и где была издана. Ну, забираем просто. Так, что-то еще нашлось. Если попалась одна монетка, могут еще попасться. Нож. В принципе, довольно-таки тоже дешевый. Ну, мы его, в принципе, разбираем. Попалась. 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 Michael Павелиль. видеоролик. Поставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Всем пока пока.